На этом уроке мы завершим наш разговор про пользу науки Тасриф. Приведем пример того, как изменение морфологической формы слова приводит к изменению смысла слова. Возьмем за пример последнее предложение 10 аета Сура Аль-Баqara. Так в толковании к этому аету в Тафсире Аль-Джалалин мы видим следующие слова. И для них наказание мучительное. Ас-Суету Рахима Аллаху пишет. Глагол юказибуна читается бит-таждиди, то есть удвоением. То здесь у нас имеется два вида, два кирата, два вида чтения. Первое это юказибуна с удвоением срединной буквы Заль. В этом случае смысл будет таковым. Юказибуна набия Аллах, то есть за то, что они считали лжецом пророка. Также есть и другой вид чтения в облегченной форме, то есть в бит-тахфифе. Также есть вид чтения кира без удвоения. То есть без удвоения буквы Заль. То есть в этом случае получится юказибуна. То есть за то, что они лгут фи-кавлихим аману. В своих словах говоря, мы уверовали. Значит, если взять кират, вид чтения юказибуна, юказибуна, от четырех буквного глагола кэзэба юказибу, смысл будет обвинять во лжи, считать кого-то лжецом. Это уже будет порода фа-аля юфа-аля. А если взять кира и юказибуна, от трех буквного глагола кэзэба, юказибу, кэзибан, то смысл уже будет лгать, говорить неправду. Это у нас уже будет порода фа-аля юфа-аля. Значит, разница в этих двух киратов, двух видах чтения, в морфологической породе глаголов, из-за чего их смысл полностью меняется. Возьмем другой пример на основе двух однокоренных слов «дайкун» и «дайкун» от корня «дайкун». Так, первое слово «дайкун» это у нас «исмуфаальм» – имя действователя, причастие к действительному залогу. А форм «исмуфааль», как известно, обозначает временное, непостоянное состояние, как, например, «джайлесон» сидящий. Человек не пребывает всегда в сидящем положении, «дайкун» – стоящий и так далее. Значит, «дайкун» – стесненный, то есть стесненный временно, непостоянно. А второе слово это уже «дайкун» – это уже у нас «сифатан мушаббатан бисмильфааль» – это у нас прилагательно уподобленное имя действователя, причастие к действительному залогу. Как известно, оно образуется от непереходного глагола и обозначает постоянное свойство или качество. Например, «макканун», «дайкун» – тесное место. Значит, разница в морфологической форме оставила свой след в значении этих двух слов. Кстати, оба эти слова приводятся в Коране. Про пророк с Аллахом сказано «дайкун садрак», то есть «возможно, твоя грудь будет стеснена». То есть непостоянно, определенный некоторый промежуток времени. Второе, как слово, например, «макканун», «дайкун» – стесненное место, оно всегда остается стесненным. Оно никогда не расширяется. Другой пример, в Суре Ан-Наба, например, в 38-м аяте мы читаем такой аят. «Инна линмуттақина мафаза» – поистине для богобоязненных место спасения, или же, можно сказать, спасение в успех. Мы уже подробно разбирали данный аят, как в морфологическом разговоре, так и в синтаксическом. Слово «мафазан» – это форма модели «мафален», которая может быть «мастерн мимин», то есть под глагольным именем, именем действия, образованным путем добавления в начале буквы «мим». В этом случае мы переведем это слово как «спасение в успех», то есть в значении «мастер», «фаузен», «спасение в успех». А также может быть и именем места действия. В этом случае «мафазан» – это будет переводиться как «место спасения в успех», то есть это будет «исамамакан». Изначально «мафазан» у нас было «мафозен» по модели «мафален». Зная подобное правило, которое, иншалла, мы пройдем, читатель понимает, почему в одном толковании пишут «место спасения», а другие – «спасения». Он поймет, что здесь нет противоречия в толковании. Возьмем другой пример. Общеизвестно в новой китастре, что «мастер», то есть от глагольного имя действия породы «афалюфлю» образуются по модели «ифален» с «каср» и «хамз» в начале. Например, «иарабан» – урожение, например, высказывание, или же также грамматический разбор тоже. Если вместо «касры» мы дадим «хамзе», например, в начале слова «фатху», и вместо «ифален» прочитаем «афалю», у нас уже получится не «мастер», не «имя» действия. Нет глагольное имя, а «имя» уже будет множественное число, имя множественное число. Так в этом случае, если вместо «иарабан» мы прочитаем «аарабан» с «фатху» и «хамзе», у нас вместо выше упомянутого значения, высказываться, выражать свои мысли, например, или же проводить грамматический разбор, у нас получится множественное число со значением «бедуины», «качевые арабы». Таким образом, одна огласовка поменяла смысл. То же самое, например, наблюдается в словах «идбарун» и «адбарун». Первое – это «мастер», а второе – это «множественное число». Первое – это «отступление», «уход», а второе – это уже «тыл», «задняя часть» и так далее. «Исфарун» и «асфарун», «ибаталун» и «абаталун». Первое – это у нас переводится как «аннулирование», второе – это уже «множественное число» со значением «герой». Как видим, это стандартное правило. Представим, что перед нами, например, в книге имеется какое-либо слово без огласовок, где мы видим перед собой, например, всего лишь две буквы. Первое – это, допустим, «айн», а второе – это «даль». Естественно, какое-либо слово определяется, его слово и его значение определяет контекст, где это слово приводится. Однако, исходя из правил «новый китасриф», здесь возможны несколько вариантов форм слова. Так, перед нами, например, может быть глагол «прощадчиво времени», то есть обозначает с действительным залогом «адда», он считал. Возможно, и вариант глагола «прощадчиво времени» – страдательный залога, в значении «адда», то есть его считали, подсчитывали. Также, возможно, например, «оддун», может быть «одда», может быть и форма приказа повеления, то есть «одда» со значением «считай», подсчитывай. Также, может быть, мастер, например, от глагольного имя или имя действия «аддун», со значением «считай», подсчитывай. Также, может быть, например, форма приказа от другого глагола «адда», «яуд», «уд», то есть «вернись», «возвращайся». Также, это может быть форма приказа повеления от глагола «вадда», «яуд», то есть «эд», то есть «обещай». Может быть, еще и форма приказа повеления от глагола «адда» и «адди», «адди», то есть «переправить», например, или «сделать переходом» какой-либо непереходный глагол, например. Может быть, также в значении существительного значения «прочи», «оддун». Может быть, также, например, существительное значение «количество чего-либо», «аддун», а также «аддун», значение «множица чего-либо», и так далее. Все, что здесь связано с производными формами, как форма прощечего времени, форма приказа, повеления, форма настоящего будущего времени и так далее, все это имеет четкие стандартные правила, благодаря которым мы можем правильно прочитать и понять это слово. Это правило науки тасриф или сарфа. Думаю, всего приводенного нами достаточно для указания на важность науки тасриф или сарфа. Принято читать, что первым, кто начал писать труд по этой книге является Абу-муслим Муаз Аль-Харра, Рахима Аллах, Абу-муслим Муаз Аль-Харра. Однако в обобщенном смысле этого утверждения не совсем точно, так как вопросы данной науки изучались еще раньше Муаз Аль-Харра, вместе с другими вопросами, направлениями арабского языка общественной, в частности, например, с вопросами так науки синтаксис. Так вопросы этой науки уже изучались вместе с вопросами науки синтаксис. А термин «Нау» являлся общим названием этих двух наук. Можно лишь сказать, что Муаз Аль-Харра, Рахима Аллах, был первым, кто отдельно выделил вопросы этой науки по порядку человеку или же написал отдельное сочинение на эту тему. Аллаху Альм. 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 Продолжение следует...